Из глубинки. Ну просто вот инициатива на местах. Вот первый пример из Красноярской глубинки. Там Дню Победы посвятили кондитерский конкурс. Вот. Дайте вот картинку 88 чисто посмотреть. Вот это не шутка. Это реальный десерт. Вот сдобная похоронка. Это действительно глазурь. Родина мать такая сладенькая. Вот. Траурный караул в шоколаде. Вот Орден Победы. Тоже съедобная вещь. Вот что они сделают ради Победы в конкурсе? Да вот это боди-арт Победы. Это бодибилдинг Победы. А это тост Победы. Причем это опять же не шутка. Это билборд на улице города. Вот. Но вот действительно нет пределов идиотизма патриотскому или патриотизму идиотского. А лучше выставил санитару этого леса непуганных дедов. Ну, короче, это басня о морали. Номер называется «Спасибо Бреду за Победу». В Красноярске утром рано дети съели ветерана. Он стоял такой седой перед бронзовой звездой возле вечного огня. Кто-то обвинит меня в том, что я несу тут бред. Я отвечу «Вовсе нет, было все на самом деле». И не только дети ели. Ели что? Перечисляю. Ничего не прибавляю. Шесть георгиевских лент. Кремль, в котором президент. Двух солдат из караула. Автомат. Приклад и дула. Восемь танков. Пять гранат. Героических солдат, что бегут в атаку с флагом. Похоронную бумагу. Водку с хлебом на стакане. На Малаховом Кургане монумент в Победы чести. Танков со звездой. Штук шесть. Съели памятные даты. 41-й, 45-й. Съели красные знамена. И советский самолет. Вы сейчас определенно думаете, автор врет. Думаете, он дурак. Нет, друзья. Совсем не так. Это праздник. День Победы. День. Когда герои деды победили Гитлера, отметили кондитеры. В этой вере неохотно доказать свои фото. В Красноярске конкурс был, на котором победил тортик с кремом из сгущенки. Где старик несет ребенка, попылающий в хатыни. Что еще к такой картине я добавить бы хотел? Был немецкий тортодел. Председателем жюри. Он снаружи и снутри, им снаружи и снутри, каждый торт оценен был. Он внимательно следил, из чего и как пекут. А потом сказал, вернут. Все стояли и жевали. Славно деды воевали. Славно воевали деды. Вот он, сладкий вкус победы. АПЛОДИСМЕНТЫ